Всем приветик! Я лечу в Гонконг! Жаль только, что я там не смогу выйти посмотреть город, это же Гонконг! То есть, что я там была, что я там не была, посидеть в аэропорту 5 часов не считается. Я тут чекинилась. Во-первых, я лечу в бизнес-классе. Это я впервые в жизни лечу в бизнес-классе. Боже, я в предвкушении! Вообще максимально чётко приехали. Вот я прошла паспортные контроли и всё-всё-всё. Сейчас 8.44, а у меня посадка 8.45. Идеально! Суперскорость! Вот он мой самолётик! Красивенький! Ну, я села во второй ряд, но пока вообще ничем не отличается. Даже сиденья такие же. Где моя массажистка? Ну и шторка сзади. Ну это ж не серьёзно. А, вот она, привилегия. Тут сразу есть подушка и одеялко. Привилегия понесли уже. Горячие полотенцы. И да, в бизнес-классе, в СКО. Я пьюшу, я пьюшу, я пьюшу, я пьюшу, я пьюшу. Нас кормят невкусным, безвкусным, то есть не рисом, или непонятным мясом, но хоть кормят. Думала, посплю, но мне не дали. То кушать, то зарядка, то купить что-то. Ну привет, как гонка. Приехал наш поезд, который довезёт нас до терминала. Это место автобуса. Сидячих мест нет, чтобы больше места, и чтобы люди не расслаблялись. Тут так холодно. Тут кондиционер работает, килограмм на 18, наверное. Выхожу себе, никого не трогаю. Подходят эти два человека в масках. Говорят, мы хотим измерить вашу температуру. Подносят такой какой-то аппарат к голове, не дотрагиваются просто на расстоянии. Хоп, такие, всё, можете идти, у вас нормально. Кстати, вообще очень полезно, потому что я болею, и я давно не проверяла свою температуру. Здорово. Месяц пребывания в Шанхае очень наслышанно о 7-11, которого в Шанхае нет, или его где-то очень мало. Еда, оно очень даже так аппетитненько выглядит. Аппетитнее, чем в Family Markets, то, что я привыкла есть. Салатик с тунцом. Написано, что значит 24,50 доллара. Всё, я кончистен в Гонконге. Мне дали паспорт, и поставили какой-то штампик, и какую-то дали бумажку. Очень много рейсов. Вот это у них жара! Я просто ещё в толстовке такая. Там, наверное, морька рядом. Я хочу на морька. Какая красота! Гонконг, я люблю тебя. Таксишки такие красивые. И автобусы вон двухэтажные. И пальмы везде насажены. Я прям как-то отвыкла даже, что может быть где-то жарко, и может быть душновато в моих штаниках. Но всегда легче снять, чем надеть отсутствующие. Вот как сказала. Сниму вам панорамку. Я тут всего пять минут, а это уже четвёртый самолёт летит. Ко мне прилипли штаны. Очень жарко. Узнала-таки курс доллара гонконгского. Значит, один доллар американский равняется примерно 7,5 гонконгских долларов. Соответственно, чтобы узнать украинскую цену, нужно цену продукта умножить на 3,33 примерно. Пришла в Старбакс. Пришла, что я сейчас возьму себе айс-карамель-латте и пойду с ним дальше искать выход к воде. Я заплатила карточкой. 6 баксов стоит. Среднего размера, то есть даже небольшого. Это значит 150 гривен за старбакс... За старбакс... За старбаковский кофе. Вот. Очень вкусно. Не знаю, это потому что он стоит 150 гривен? Или просто действительно вкусно? Это как с лобстерами. Это когда я их ела, они мне были невкусные. Точнее, они безвкусные. Но мне кажется, если бы... Я просто даже не знаю, сколько они стоят. Мне кажется, если бы я за них заплатила, то они были бы не то, что вкусные. Это была бы самая вкусная еда в моей жизни. Или я была бы очень разочарована. Тут одно из двух. У меня почему-то есть ассоциация с роддомом. Роддом таксишек. Роддом. Я перестала выговорить букву Р. Р, 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 Роддом. Это я от счастья. Потому что в счастье нет буквы Р. Тут такая атмосфера... Ой, я себе отморозила рот. Отморозила холодным, холодным, ай, сладый рот. И он теперь не может нормально отговаривать. Он как-то странно произносит зубки. Так вот, тут царит атмосфера курорта. Курорта. Ну, что ж такое? Красиво, красиво. Все красиво. Нам еще хотелось ходить поближе к воде. И можно даже помочить свои ноги. Самолет. Класс, привет. А тут все перекрыто. И со всех сторон. Ну, это логично. Там просто самолеты садятся. А там еще и вон дорогу ремонтируют. Короче, не сегодня. Вы все такая милота. Меня так вымеляют ваши комментарии. Это очень приятно. Очередина. Я прошла паспортный контроль. Я сижу возле окна. Восьмое место. Ла-ля-ля-ля-ля. У меня в детстве была шапка, которую одеваешь. И тут была дырка, и можно было хвост выпустить. Китай диктует моду. Они говорят, что скоро эта мода вернется. Ого, стоит это чудо 540 гонконгских долларов. А это помножить на 3 и 3. Короче, больше полторы тысячи гривен. В дюйти-фри можно купить сумку с травой за 800 долларов. Прикольно. Мне кажется, можно подарить жене футболиста. Чтобы муж чувствовал с ней себя еще более комфортно. Я нашла бесплатные печенюшки и налетела чай. Ну, я тоже возьму. Сделала вид заинтересованного покупателя. Я очень заинтересована в том, чтобы здесь что-то купить. Время готова оставить все свои деньги. Балим, 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 балим. Боже, помните, как я выглядела странно в этой тканевой маске для лица? Смотрите, что придумали. Маска в виде панды. Господи. У меня бы и так, если бы Рома увидел вживую, у него был бы стресс. А тут он бы вообще посидел бы за секунду. Купила себе маску еще салуэ. И еще купила себе свой любимый бронзант Ant Benefit. Он стоит здесь 600 гривен. А в Киеве он стоит штуку где-то. Я купила себе пандору. Ну, бусину, точнее, пандору. Шарик, на котором нарисован шар земной. И тысяча подписчиков свершилась. И 100 тысяч просмотров уже свершилась. И я сейчас в Гонконге. Мои мечты и глобус этот, оно все, короче, очень в тему. Поэтому я довольна. Оно мне будет греть душу. Так, значит, этот глаз я накрасила вот этим. Ши Сей До. Не берите. А вот этот глаз я накрасила шанелью. И теперь у меня два разных глаза. На одном глазу у меня есть ресницы, на другом нет. Мне прям понравилось. За 300. Шутки про 300 за 300. Я решила гулять так гулять, еще и губы накрасила шанелью. А блеск не очень. Он очень липкий. В аэропорту Гонконга, конечно, тут есть аллейка. Барбари, Диор, Брадо, Валентино. Там Шанель еще есть. Мю-миу, Гуччи, Джимми Чу. Вообще все серьезно. Ой-ой-ой, уже объявили мою посадку, а я вообще не знаю, где мой этот гейт. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Уже 5 минут какие-то посадка, а я еще должна на поезде приехать. Блин, следующий поезд будет через 3 минуты. А мне еще ехать две станции. Я тут еще на билете прочитала, что boarding time 17.05, но потом тут перечеркнуто и написано ручка 17.30. Может, это типа обвели и написали, что не позже, чем 17.30, а уже 17.35. И сейчас как-то реально меня стремает, потому что если это так, то тогда я пропустила свой самолет. И еще дети создают атмосферу. Очень здорово. Но если я реально сидела в аэропорту 5 часов, ждала свой самолет и пропустила его, это будет максимально тупо. Я опоздала на самолет. Вот наш самолет стоит и закрыт вход уже. Это капец. Вот и хотела остаться в Гонконге, вот и осталась.